всем привет друзья продолжение наших облогов господи боже мой но справедливости хочу справедливости ради хочу заметить что не скоро закончится вот этот люд скоро свалит от меня я не знаю насколько он рад или не рад пока не понятно но ближе к отъезду станет понятно его эмоциональный фон собственно сегодня у нас на повестке дня мы едем закупаться там то сила там уже что собирать надо закупаться по списку кому чего купить ну не купить поэтому сейчас поедем что закупим ну а дальше не знаю гуляем пошарахаемся а вот такие собственные дела я вчера вообще легла в три ночи спать ну и опять же справедливости ради хочу заметить что я и поспала вечером часа где-то три наверно поэтому я вчера трех ночи не спала моя от монтировала влог уже загрузила но пока еще не выставила вот это хорошо плюс за начала монтаж нового влога ложку мне уже одна готова короче я вообще продуктивность продуктивная но все равно мне это мало мне надо еще больше продуктивней потому что у меня дофига всего нужно все успевать нужно все делать а я опять же нифига не успеваю благодаря на мою продуктивность вот короче сейчас поедем поедем мы поедем закупаться и буду все показывать эти цикады орут не переставая зачем им это надо я не поможешься короче я не слышу ну ты может уже оглохла от такого ультразвука поэтому я уточняю приехали в общем в т.ц. сейчас будем закупать все что уже везти в россию ну собственно начинается у нас прошлогодняя история бегаем по магазинам она снимает отправляет получать быстренько будем смотреть быстренько брать или спина при . покажите что же у вас тут такое свою губошлёпку вытянула опять смузи персиковый скотт и смузи да все льдом непонятно персиковые смузи короче у меня просто черный чай с тапилкой красота идем пишем детский отдел он по моему должен быть если не на самом верху то вблизи верха народу конечно дофига но субботний день чем мы собственное хотим так так господа господа мы у нас первая покупка дайте пакетик зацени пакетик объясните хотите объяснить сами либо дадите мне не хотите но над комент над комент купили короче ребенку парочку трусишек ну как парочку пять штучек а теперь главное идти на стоимость этих трусишек пять пар трусов 5 пар трусов это мэйден кори это не китай не какой-то ширпотреб да там супер будто мягкий мягкий какой-то хлопок ну короче 5 пар трусов мы взяли в совокупности за 55000 вон 55000 вон по нынешнему курсу это 4 мать его тысячи рублей пять пар трусов ребенку стоит 4000 рублей игра у меня просто только не стоит даже если все доме собрать трусы вот так вот в общем и целом они не будут столько стоить пять пар трусов 4000 рублей это просто трэш это просто трэш но собственно сказали брать мы и взяли дело не наше как говорится это просто трэш сейчас еще нужно купить будет платья но там с размерами короче к этому тесними размерами они больше чем есть на самом деле ребенок почему они больше главное не просто чуть-чуть там больше они прям реально больше схитрите все хотела крюсики с зайчиками видимо да то есть реально такое вот что они не мать ли на себя берет что-то под предлогом на ребенка просто реально такие мы я показываю размеры все фотографии которые там по размерам там говорю размеры че-то там просит такая на ребенка для 6 лет она просто выпала в этот момент это просто трэш ну короче взяли мы трусишки 5 пар следующие платья сейчас там с размерами они там угомоняться там решать что с размерами и тогда мы вернемся туда и купим платье еще а пока а пока человек посмотрит что-нибудь себе одну опять же давайте все это максимально лапидарно быстро оперативно не не разбрасывался вот скидки он берет что-нибудь со скидочками вон мишки опять я вам вот что скажу я купила вот этого вот мишку ну вот эту вот штуку да в прошлом году не обошлось это еще со скидками тоже там недорого костюм за 100 еще не заносила и пока ему не станет хреново и я не скажи же качество таких вещей до качестве качестве хорошие же говорю короче еще одна покупка завершена и меня уже дают нет нет она себе быстро выбрала быстро купили это с ней проблем как таковых нет она быстро взяла быстро померила быстро оплатили все иду на кассе мы дочь стояли чем она выбирала все нормально оперативно я люблю когда все быстро оперативно но вот опять же вот эти вот какие-то вот скандалы интриги расследования с теми людьми которые сейчас находятся в россии которые просто что-то купить и главные истерики в мою сторону что я там истерил что я там короче чё там отчитываю чисто с них рена просто просто ситуация я не знаю размеров не знаю что купить какой размер купить спрашиваю и прошу просто почему не скинуты размеры как положено мне записывают гневную голосовую на повышенных тонах что такого хрена я отчитываю кого-то прекрасно спасибо после этого просто реально желание что-то кому-то покупать и как-то содействовать но вот реально отпадает если говорю вот она пришла она взяла посмотрела купила кто просто в других ситуациях это просто лютый трэш будет настроение сразу так вот раз быстренько и падает сходит на нет элементарно казалось бы скиньте правильные размеры распишите все подробно и вопросов не будет никаких не вам подарили сарик а получается так что размеры скидывают неправильные вовсе ты стоишь на кассе на тебя смотрят и спрашивают размеры а ты не знаешь что сказать ты просишь людей просто скажите размеры или почему нельзя написать правильные размеры изначально когда об этом разговоры шли уже сто лет сто зим еще до прилета человека а меня не записывают говорю голосовые о том почему я кого-то отчитываю как вам такое как вам такой расклад когда вас отчитывать ни хрена я привыкла я живу с этими людьми я знаю их поведение поэтому я сказала я не буду ничего покупать я не то что скажу что не буду ничего покупать денег нет я по магазин не хожу соответственно мне в принципе невыгодно ходить за вашими хотелками поэтому я такая нет я не хочу мне прошлого года хватило короче да вот такие ситуации неприятные моменты на самом деле так ну что у господа еще одни покупочки мы уже сделали я тут с этими как его называется прости господи это все переводится надо в рубли из из рублей нужно это все перевести в доллар и из долларов потом это все воно что перечислилось всем на мою опять корейскую карту это так все муторно если честно потому что ты высчитываешь каждую копеечку ну как бы по стоимости товара который был приобретен и ты все это высчитываешь каждый этот самый блин я уже задолбался ну все я уже вычислил не знаю ты меня не спрашивай ты занимайся делами я потому что занят я говорю так все вроде я насчитал обсчитался пересчитался господи вот вы не поверите я с математикой вообще не дружу но считаю деньги вот тютелька в тютельку копейка копейки просто блин ну потому что хочу делать потому что игра система такая что и не могу напрямую вот чисто из рублей пересе перевести вон и есть еще такой вот типа трансфер ты короче берешь рублей переводишь через приложение там в приложении конвертируются в доллары и поток это переводишь и когда она переводится обратно на банковскую карту на корейскую она опять же долларов конвертируются вон и то есть двойная конвертация из-за этого как бы ты не можешь напрямую посчитать из рублей вон и и звонок в рублей нужно именно из рублей в доллары из долларов вон и чтобы точно была сумма верна потому что если ты посчитаешь не так то есть я придет либо меньше либо больше положенного короче такая вот ситуация ну я все высчитал я все высчитал я все пересчитал слава богу сейчас еще человек вот сейчас нам всякие то что она выбирает что-то смотрит честно что-то себе возьмет и я думаю на этом мы и закончим сегодняшние покупки игру так меня это все любит не люблю это выматывает это первых считать выше пошли вот черт пошел иди давай она там он мериться пошла какие-то штаны взяла так еще покупки прибавились у нас еще пакет пакет она еще и жалуется я ей бабок даю она жалуется я не помню когда было в моей жизни такое что меня уговаривали меня что-то купить я вроде бы все у меня есть костюмчик есть брюки брюки белые черные бежевые господи джинс у меня дофига еще надо еще в найки там к нам детка подошла короче она видим она смотрит что как я уже глаза закатывают недовольство это вот все она подошла началась нервы но на рассказывать что что было подошла короче консультант говорит шо вам уж помочь а мы шарик потерять ну ничего может быть блин как жаль такой хорошая вот короче мы проходим типа она говорит может что помочь и говорю мне нужны штаны я хотел себе что-то типа карга но в итоге взяла самые обычные вот эти вот широкие штаны вот ой меня не видно короче она мне там где-то помогла все я все взяла свет улыбаться говорит мне что-то я не понимаю как бы отчасти английские нормальные у нее отчасти вот я не понимаю типа ну вот этот вот акцент сложно понять вот она я говорю типа вы можете сказать по-корейски и обратиться вот к человеку свете она переведет мне если че и все и разговор зашел о том что типа вот откуда ты что ты здесь делаешь у света хороший корейский язык ты так хорошо говоришь по-корейски похвалили вот так что не говорите про ее русский потому что у нее хорошие корейские а вы дай бог знаете корейский вот вот это такое чисто чисто всем хайтеров или пидельки давайте над на этом сойдем давайте с кабанчика начнем хотя бы с кабанчиком ну и че туда пройдем вот ее похвалили она сказала опять же типа вот ты что тут живешь вот я здесь живу там-то там-то а я приезжая то что я турист здесь вот приезжаю сразу типа на шопинг она типа вас посвятила на скруто типа классно прикольно с ты-то выгудает к довольны брекеты я без стащила все давай уже пошла грязь и просто с нифига на через здравие заканчиваем за упокой ты куда внизу да идешь не в какие-то тибри наверное надо вон на эскалатор там есть эскалатор короче да вот такая ситуация подходят спрашивают знакомятся пытаются как-то пообщаться им интересно любопытно туристов потому что здесь практически нет мы с другой стороны получается здесь редкие туристы ну да здесь меньше туриста потому что это как бы не зовут туристическое место как бы вот так в общем сейчас последней пробежкой мы выходим все заканчиваем сели от шопились вроде как слава богу с одним хоть отстрелялись поедем сейчас куда-нибудь пойти погуляем как вам быстро все это суета вот если бы чисто вот я бы для себя шопилась было бы спокойнее намного да конечно мы бы вероятнее всего тоже устали ходить туда-сюда бегать смотреть что-то присматриваться но другое дело когда тебе еще нервы трепут с другой стороны люди которым при них на принципе не обязаны ну а как вообще у шопинг в общем и целом шоп в общем и целом казалось бы выбор большой у них пошел тренд на вот эти вот ветровки костюмы винтажный конкретно такие которые пакет что ли у них ткать вот они мяты какие-то такие вот и в найки такие стив чемпионе и где только нет таких костюмов все конечно разные интересные но их объединяет то что по факту фасон один и тот же и все приблизительно и туда и одно и то же самое вот но вы довольны шопинг хотели бы еще что-то купить я смотрела рубашку единственное что я еще хотела бы присмотреть это клетчатую рубашку я нашла хорошую вот именно плотно как он нравится мне такая хорошая но цвета нормального не было я бы хотела себе цвет какой-нибудь такой приглушенный яркий красный ну и к размеру по размеру тебя нашел по размеру нормально дом xl была красная было мне как раз но м к а это не было только xl не было я может быть зеленый я чего говорю что ты может не было косметикой косметику да я бы еще взяла там не оборгий нори взяла ну краски то что в россии нас не продается вот это тоже немножечко понятненько короче шопинку дался частично если читать в этот вынос мозга минус пару нервных клеток сейчас еще доехали до поджирака кальгуксу который человек я в прошлом году но не в том месте в котором мы были в прошлом году но в принципе человек сказал что здесь тоже неплохо это мы приехали сюда и я понравился в прошлом году поэтому и в этом году она его поезд наше подъема как вот это еще одна ракушек достаточно много чем Улетела твоя фриктура. Ташку поставят между нами. Вот это? Для ракушек. И сюда. Весь вместе с кимчей. Л八". Лучше так вкусно! А это emblem. Там. Добро пожаловать в Казахстан. 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 я брала все в основном то что вот типа два в одном типа так удобно ну мне по крайней мере так удобней здесь масло как это правильно гидрофильное масло и пенка для умывания здесь все то что для умывания в основном я брала уходовую косметику здесь также это увлажняющее это увлажняющее крем и тоник тоже два в одном это не полноразмерно это маленькие размеры но бери мало ли мне не подойдет то может знать зачем переплачивать если подойдет то ну там дай бог почты мне можно будет это отправить либо я найду где-нибудь хабаровске но если будет очень дорого также вот это вот мне что-то доложила пока я я уже стояла на кассе уже все вот это пробивала и светом не кинула вот это вот я не знаю что это такое но тоже вероятнее всего то что-то умывательное очищающее здесь все на корейском здесь даже здесь единственное что написано на английском это 10 миллилитров и ауста все здесь на английском ровно ни слова а мэйден корея и дышь все далее я взяла себе мат контроль от биодермы я такой крем уже брала мне понравился беру еще раз потому что мне дерматолог такой посоветовал у меня очень жирная кожа и вот этот крем там еще есть поле файны вроде так называется ну как-то 50 на 50 я не поняла его вроде бы и хорошо но он кстати самый дорогой я не поняла чего у меня эффект был лучше или от того или от этого крема короче пока взял этот крем там посмотрим в будущем может быть я буду другой покупать далее от манё тонер взяла здесь он с пх л х вроде как кислоты не френ его знает что он делает daily balancing toner containing galactomyces я не знаю что такое galactomyces но это балансирующий тонер вот педы такие кругленькие либо квадратненькие салфеточки пропитанные какой-то жидкостью которая чай также лицо у меня все очищающе потому что у меня очень жирная кожа и мне нужно чтобы у меня было очищение потому что если у меня не будет очищения все будет выглядеть печально у меня только на очищение снова для даже увлажнение не столько надо хоть у меня конечно сухая кожа но тем не менее я столько увлажнения не надо как мне нужно очищение просто жирная кожа это единственное что я взяла декоративная это я не знаю что то такое платью lips using brush tip ok apply to lips using brush tip ну это понятно но а что это из себя против и как эта помада нигде не написано но выглядит но таким вот матовым там все такое матовое было открываем оно такое как будто бархатная я еще вот сочи у меня здесь я пробовала вот так вот берешь разматываешь размазываешь растушевываешь и на такое матовое как будто бы попробую эту на губах а мне нравится выглядит неплохо я не знаю как здесь видно видно но вроде бы прикольно и прям такой более корейский вот стиль матовое такое пахнет вкусно мне нравится да они в основном такое наносит вот на внутреннюю часть губ вроде как либо такое сверху на внутреннюю часть губ что-то более такое темное красное что-то такое далее взяла пару масочек вот этот бренд сейчас популярны как света сказала что он очень хороший качественный ну дай бог и мне положили как это называть по-корейски собес и что-то тестер и вот тестер если называются русский просто у меня русская речь портится максимально сильно потому что очень давай все конечно выбросила ну что ж короче вот такие вот тестеры это какое-то это для губ глубоко очищающий бальзам я так понимаю потому что deep clear cleansing balm ну вроде да но для чего это наверное для губ но это мы потом уже разберемся сам факт что целых два одинаковых дали и такой какой-то тоже мазь джабл серум что-то вот такое ну это вот покупочки мои что взяли моему брату вот такую кофточку мне понравилось я посмотрю что такое носила на самом деле тоже не из дешевых вот она такая прям интересная ну мужская чисто вот мне вот это тут вырез понравился он не очень сильно улыбокий такой симпатичный я очень надеюсь ему размер подойдет потому что я приблизительно так какого она размера должно быть я носила его вещи вот поэтому я так посмотрела по свете по себе чуть и думаю что ему пойдет он очень высокий прям очень высокий ему сложно что-то выбрать казалось бы размер его но так как он высокий в рукавах ему может быть короткая и здесь соответственно короткая и футболка то есть мы как бы да вы поняли я как девочка мне соответственно все надо шоу побольше одежда все такое косметик а ему вот футболочка и свитшот конечно он хотел побольше но с учетом того что сейчас курс поднялся в прошлом году мы могли себе позволить разгуляться в этом плане в этом году потяжелее просто потому что курс сумасшедший я думаю ему понравится бог потому что форма и такими вот узорчиками что выйдет не занято вот так вот ну да что мы брали ксюша уже показывать не будут особо не интересно там просто детское платьишко за бешеные деньги дороже чем стоит вот эта футболка и вот этот свитшот вместе взяты вот так вот и чисто детские трусики на этом в принципе все я думаю короче обзор вам сняли надеюсь вам понравилось и как раз таки сейчас мы уже сто процентов будем заканчивать данный влог человек уже снимает штаны а я сейчас поверну камеру а посмотрите у меня красивые турыцы а я это не вырежу если ну ладно ладно я не буду это показывать меня заблокируют на youtube контент не тот короче в общем на этом минуте мы будем с вами прощаться поэтому если вам понравился данный влог то не забывайте ставить ставить пальцы вверх подписываться на мой канал и всем пока вот